здравствуйте моя семья моя интернет семья все кто только что ко мне присоединился всем здравствуйте подписывайтесь те кто только что зашел на мой канал и вы будете узнавать одним из первых о том что вышло новое видео а сегодня я хочу приоткрыть одну тайну тайну которую я раскопала буквально не так давно хотя за жизнью агафьи лыковой я слежу все эти годы я всегда думала почему она не хочет уезжать почему она не хотела бы жить у родственников у нее есть родственники все и стала искать потом я не могла смириться с тем и поверить в то как преподнесли нам ее в советском фильме а в советском фильме нам сказали что это забитые люди отшельники которые бежали еще из тех которые сто двести триста лет тому назад хотя это была абсолютнейшая неправда как и все о чем нам говорили они бежали не сто ни двести ни триста лет тому назад это однозначно и никогда они не были забитыми никогда даже потому какой уклад жизни они вели даже в тот момент это вот то что сейчас вы видите это одна агафья лыкова это вот она одна так живет и вот таким вот образом а когда она жила со всей своей семьей до того момента как пришли геологи пока не нашли их и не наградили вирусом от которого погибла вся семья и выжила лишь одна агафья выжила для того чтобы нам передать сквозь время такое послание люди вы должны быть миролюбивы вы должны знать что такое бесовщина и к чему бесовщина приводит что играть в эти сталинские игры в которые я смотрю сейчас многие заигрались это будет наказуемо и в этот раз уже может быть безвозвратно наказуемо и вы знаете что говорили нам в советском фильме давайте послушаем во первых прочитав все статьи это тайна безымянного ручья и в статье возвращения говорили такую чушь говорили семья на грани гибели забитые старообрядцы там ну и так далее потому что слово верующие было под запретом под большим запретом это как раз 70 какой-то год точно не знаю какой-то 770 какой-то именно в семьдесят втором 73 наоборот отправляли в сибирь отправляли в тюрьму людей верующих и было невыгодно говорить что это верующие люди которые бежали в 1937 году они бежали именно в 1937 я перекопала все пересмотрела все данные и вам точно говорю они бежали в 1937 году а родилась агафья уже в 1944 в тайге но все ее братья и сестры родились знаете где вы будете поражены я вам сейчас расскажу где все это происходило и так что же говорили в нашем фильме я имею виду в советском фильме видите что говорят нам говорили что было это двести а то и триста лет тому назад на самом деле это был 1937 год дальше дальше меня вы знаете что вот они говорили что забитые люди в общем то не знают как цивилизация развивается но что увидела я я увидела женщину которая прекрасно умеет читать которая прекрасно умеет писать и прекрасно умеет излагать кроме того она еще умеет и учить и книги у нее 15 века а теперь на одну минуточку задумаемся как это так иметь столько книг а книг у нее много бежать в 1937 году имея книги 15 века задумайтесь ее отец собрался и они бежали это их сокровищ а других сокровищах мы не знаем потому что агафья никогда никому о них не расскажет потому что это под тайной которую ей передал отец которую она не расскажите как она аккуратненько делает закладочки посмотрите как она все вычитывает посмотрите на нее разве можно сказать что это забитый человек и вот это все и ее черты лица и вот это постоянная улыбка вот это благородство оно не давало просто не давало мне покоя пусть все верили что они забиты пусть все но они не были забитыми я переколпашила все мне не давало покоя ее скажем так ее истоки откуда они кто они что-то мне нашептывало что она не простая совсем не такая как все я сделала первый фильм о ней внизу я сделаю ссылочку в описании вы можете прочитать вернее прослушать о ней там она рассказывает четко как отец ей рассказывал что произошло в конце концов в конце концов их священника никона ну там я не знаю кто у них священник был в общем их священника закатали в бочку забили гвоздями и катали до тех пор пока он в мясо не превратился это со слов агафьи лыковы вот такие вещи творили во времена советской власти внизу я сделаю ссылочку обязательно кому интересно прослушайте там из ее личных уст вы это все услышите агафья не прекращает учиться агафья все время чем-то занимается причем ее никто не учит она сама учится ее научил отец и мать причем она рассказывала геологам что в одной из статьи я прочитала абсолютно все дети были грамотные мать была грамотная отец был грамотный и дети были грамотные я вам на минуточку хочу сказать что в те времена была тотальная безграмотность во всех селах и деревнях тотальная книги стоили бешеных денег да и вообще это там двадцатые тридцатые годы книги не достать а уж в книгах пятнадцатого века вы уж меня вообще извините никогда не поверю что это забитая деревенская семья посмотрев внимательно все 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 их фотографии я поняла вы знаете потому как они вели хозяйство по чистоплотности их по вот этому выживанию умению выживать а потом я стала видеть абсолютные такие вот схожесть например вот посмотрите на королеву Елизавету вторую я посмотрела что мне очень много многое между ними стало ясно и вот она Агафья Агафья всегда закрывалась раньше она не давала себя снимать на камеру и сделав свои определенные выводы я нашла вот такое видео где уже занялись их ну это еще в 77 их нашли кстати в 1978 и где занялись их семьей ну как бы откуда они вышли по ее рассказам и вы знаете в казанском музее или в казанском университете была найдена одна карта в общем из казани давайте посмотрим на нее вот давайте посмотрим на эту карту внимательно я вообще считаю что именно вот эти карты надо изучать в школах нельзя вот так вот взять и зациклиться на 41 45 а что было до 41 почему в 44 убегали вот они в 44 она родилась а убежали они в 37 а что происходило в 37 а что происходило в 32 а какие голодоморы а это почему все закрывается и остается только вот посмотрите 41 45 41 45 просто зациклились и сделали из этого просто какую-то пляску понимаете это ужасно то что сейчас творят закрывают на все глаза у них только одна дата как будто больше ничего не было давайте к истории будем относиться адекватно вот посмотрим на эту карту и что же мы здесь увидим это карта 18 века это карта 18 века говорит диктор река волга внимание волга и теперь что мы видим вот здесь давайте посмотрим я даже увеличить могу вот и что мы видим написано нижегородский уезд как и говорила агафья что они из нижегородского уезда а давайте теперь немножечко ниже спустимся и что мы прочитаем вы скажете что эту карту сейчас сделали нет этот фильм не сейчас сделан этот фильм сделан в 80 году итак вотчина князя лыкова давайте еще раз прочитаем вотчина князя лыкова так дальше ниже спустимся чуть-чуть написано закудемский стан дальше дальше какой-то кузематский уезд дальше ниже спустимся какие-то а оброчные земли от слова оброк оброчные земли так дальше дальше ну в общем вот мне было важно вот это увидеть потому что она говорила что мы из нижегородского уезда а я думала ну как же тут же рассказывать что они в сибири что 100 200 300 лет у нас же так рассказывали это те которые побежали когда раскол был оказалось совсем иначе оказалось они 1937 году отправились и отправились вот откуда из нижегородского уезда ну правда в советском союзе это уже был нижегородский уезд но вот эта старая карта нам показывает такую фразу подчеркнутую вотчина князя лыкова и тут у меня в голове все полностью перевернулось и мне все стало ясно почему давайте мы немножко сейчас дослушаем все вот так и рядом село куженец и вот этот крестик что этот крестик означает этот крестик означает что здесь видите что здесь княжеские места да и люди верующие сильная община мощная значит князь лыков здесь был а раз эти лыковы значит они его с такими книгами простые люди по сибирям не ходят давайте давайте посмотрим один студент рассказал про эти книги давайте послушаем со слов агафьи что она говорит вы знаете что она говорит но не вот это то что сейчас журнал положили нет а она сейчас про свои книги будет рассказывать я просто сразу вам скажу такую фразу вот эта книга иосифа патриарха называется она выхода нет где то 50-х годов 15 века и вот у меня 15 века эта книга еще раз повторю это книга иосифа патриарха называется выхода волей Нет, где-то 50-х годов, 15-го века. И вот у меня 15-го века книга. Давайте прослушаем теперь Агафью. Давайте посмотрим, что она держит в руках. Вот, вот про эту книгу она говорит. Вот, про вот эту старинную книгу. Вот про неё она рассказывает сейчас. И листает. Будьте внимательны. Это 15-го века. Вот это вот. И вот у меня я 15-го века. Её заимки уникальнейшие книги. Время здесь как будто остановилось. К примеру, этот псалтырь был издан ещё при Патриархе Никоне в середине 17-го века. Вы слышите, у неё 15-го, 17-го века книги. Вон они. И она их никому не отдаёт. Откуда это всё? Откуда такое чтение? Откуда такая любовь к книгам? Агафья Карповна до сих пор живёт по старому до Петровскому календарю. Вот что и требовалось доказать. Посмотрите, как она написала у себя. Она повесила вот такую вывеску и написала. Обитель Агафьи Карповны Лыковой во имя Пресвятой Госпожи Погородицы Троиручицы. Христа ради, на территории обители не курите. Это она вот этих вот постоянных журналистов просит. Дальше фотоаппарат и кинокамеры оставляйте здесь. Просит, просит, просит. До того просит, что вот так вот написала. Но, к сожалению, народ наш, конечно, слов нет. И вот она, посмотрите, каким почерком всё это пишет. Идеально. Вот и открыла я вам тайну Агафьи Лыковой. И, как многие думают, забитой. Да нет, совсем не забитой. А очень даже благородной женщины. Может быть, более благородной, чем многие мы. Ну, а я вас всех люблю. Будьте благословенны вы. И пусть будут благословенны ваши близкие. Ничего не бойтесь никогда. Вот для меня один из примеров служит как раз Агафья. У которой нету страха. У неё есть только один страх. Страх пред Богом. Поэтому и жила она всегда в достатке, в радости и всегда с улыбкой. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Агафья.